Это случилось в ангольском городе Намиб в ночь на 6 июня 1986 года. Группа боевых пловцов спецназа Южноафриканской республики провела масштабную диверсию. Их целью были сухогрузы, ставшие на якорь в экватории порта. Спустя годы некоторые участники спецоперации решились наконец заговорить. Мы погрузились под воду, подплыли к цели, установили мины, взвели их и уплыли обратно. Мы потопили три корабля. К утру весь мир облетело срочное сообщение. У берегов Африки подорваны гражданские суда, советские сухогрузы, капитан Черков и капитан Веслобоков, а также кубинский транспорт Гаванна. Их трюмы были под завязку набиты оружием и боеприпасами. Корабли, которые подвозили боеприпасы, которые привозили оружие и снабжение в воюющую страну, в Ангольскую, они не охранялись. Диверсия в порту Намиб стала пиком почти 25-летнего противостояния спецслужб Советского Союза и Южноафриканской республики. Африка. Необъявленная война. В ответ на взрывы советских судов в Анголе генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев поручил военному руководству СССР перебросить корабли, несущие боевое дежурство в Атлантике, к берегам Африки. Такой же приказ получил и флот США. Новое противостояние грозило перерасти в ядерный конфликт. В этот день советские подлодки с ядерным оружием на борту и большие противолодочные корабли, совершая угрожающие маневры, устремились к побережью Анголы. Такая передислокация 30-й эскадры Северного флота означала очередное открытое противостояние с американцами. Информации о том, кто причастен к диверсии в ангольском порту, на этот момент еще не было. Ангола. Порт Намиб. 7 июня 1986 года. Тем временем, из-за малой глубины в акватории порта и солидных размеров, советские суда не затонули, а лишь осели на корму. Кубинскому транспорту повезло меньше. Он затонул. В трюмах мирных судов более 20 тысяч тонн оружия и боеприпасов, эквивалент атомной бомбы. К обследованию наших судов приступили боевые пловцы, элита советского морского спецназа из противодиверсионной службы. Им удалось обезвредить мины. Иначе последствия могли быть куда более серьезными. В конечном итоге, когда провели расследование этой мины, я был там, смотрел, наши специалисты из Севастополя туда приезжали, так сказать, они смотрели и поняли, что мина не стояла на боевом взводе. Петр Сослов. Сотрудник внешней разведки. В 82-м служил в спецподразделении КГБ «Каскад» в Афганистане. В 85-м направлен в Мозамбик, а затем в Анголу. В Африке в качестве военного советника отвечал за проведение разведывательных и контрдиверсионных операций. Определенное разгильдяйство, оно в данном случае сработало на пользу. То есть кубинский корабль, когда его взорвали, значит, командир экипажа корабля был на месте. Он дал, естественно, команду Швартова, значит, рубить, как говорят, и отойти от пристани. Он отошел от пристани, упал на бок и перевернулся, но фактически утонул. В нашем случае на советских кораблях два капитана были вне корабля и, в общем-то, не успели дать такую команду. Поэтому, когда судно было взорвано, вот эти два судна, они остались у причала и повисли, как бы, на канатах. Что, в принципе, и спасло. Спасло сухогрузы и то, что несколько установленных диверсантами мин не сработало. Если бы это произошло, сдетонировали бы боеприпасы в трёмах. И от порта на МИП, как и от всего города, не осталось бы камня на камне. Напомним, на судах было почти 20 тысяч тонн военных грузов для правительственной армии Анголы. В 86-м году готовилось крупномасштабное наступление против вторгшихся в страну частей ЮАР и отрядов мятежников из оппозиционного движения УНИТА. Противник достиг цели. Операцию ангольцы были вынуждены приостановить. Взрывы в порту на МИП стали отголосками той кровавой драмы, которая развернулась на африканском континенте более четверти века назад. Ангола. 1961 год. Кадры хроники начала 60-х. Всё началось здесь, в Центральной Африке. Почти мгновенно борьба за независимость перекинулась на весь континент. Белые колонизаторы уступали власть чёрному большинству. И почти тут же лидеры новых режимов вступали в драку друг с другом. Им нужно было оружие. Много оружия. В Анголе за власть боролись сразу несколько вождей. Про марксистски настроенного Агастиньо Нетто поддержал социалистический блок. В первую очередь СССР и Куба. Агастиньо Нетто. Ангольский поэт. Врач. В 1961-м руководил вооруженным восстанием в Луанде, которое было жестоко подавлено португальскими колонизаторами. В 1962-м году избран председателем Народного движения за освобождение Анголы. Южноафриканская республика сделала ставку на лидера повстанческой организации УНИТА Жонаса Савимби. Чёрный националист их устраивал больше, чем чёрный коммунист Нетто. Жонас Савимби. С 1966 года лидер УНИТА, Национального союза за полное освобождение Анголы. Называл себя ангольским националистом и непримиримым врагом Агастиньо Нетто. Тогда, накануне официального провозглашения независимости, из своих укрытий выползли те, кто прежде сотрудничал с колонизаторами. Советская пропаганда недвусмысленно указывала на врагов Анголы. 11 ноября 1975 года в стране по решению ООН должна быть провозглашена независимость. Кто из лидеров возьмёт в свои руки страну, было ещё не ясно. 15 октября 1975 года. Ангола. Южные провинции. Граница с Намибией. Под покровом ночи границу с Анголой внезапно пересекли 2500 солдат и офицеров регулярной армии ЮАР. По дорогам и через непроходимые джунгли моторизированные колонны устремились вглубь страны. Направление главного удара Луанда. Так начиналась операция под кодовым названием Саванна. Им оказывали помощь союзники. Несколько тысяч партизан у НИТА. За месяц боевых действий ЮАРовские бронетанковые колонны преодолели свыше 3000 километров. На этих кадрах Южноафриканской хроники свидетельство тех тяжёлых боёв. Вскоре передовые части тактической группы ЗУЛУ подошли к ангольской столице. До Луанды оставалось два десятка километров. Расстояние артиллерийского выстрела. А тем временем за тысячи километров отсюда, в Москве, вовсю шло приготовление к спецоперации. Москва, ноябрь 1975 года. Столица празднует очередную годовщину Октябрьской революции. На Красной площади военный парад. В эти минуты советское руководство принимает решение по ангольскому вопросу. Медлить нельзя, но действовать осторожно. Вскоре третьи курсники Института военных переводчиков и офицеры военспеции получают приказ готовиться к срочному вылету. Они отправляются обучать африканцев применению секретного переносного ракетного комплекса «Стрела-2М». В этой группе и Андрей Токарев. Ещё утром сидели на занятии, а вечером мы уже находились в генеральном штабе на инструктаже. Андрей Токарев. В 1975 году курсант Института военных переводчиков. 31 октября в составе первой группы направлен в спецкомандировку в Народную республику Конго. Сроком на полтора месяца. Объяснили ситуацию, что мы летим пока в Конго. По следующей переброске в Анголу. После независимости. Обстановка очень сложная. Что там будет, говорили нам, мы ещё не знаем. И фактически вы будете нашими глазами и ушами. В тот момент ни Токарев, ни его товарищи ещё не знали, что летят на войну. И на родине они окажутся только через год. Едва их самолёт приземлился в столице Народной республики Конго, посольство СССР в Бразивилле получило шифрограмму. О её содержании участники тех событий узнают годы спустя. Из шифровки следовало. Руководство страны дало добро на использование военспецов в боевой обстановке. А тем временем наши дипломаты проводили краткий инструктаж. Мы видим, что в ближайшее время заех должен получить военную помощь со стороны Франции в виде миражей, которые будут участвовать в нанесении бомбовых ударов по Луанде. Поэтому, возможно, после позвращения независимости мы можем оказаться на территории Анголы и участвовать в предотвращении полётов над Луандой. Вот тут немножко подложечка засосала. Мы почувствовали, что уже приближается какая-то развязка. К контролю над Анголой рвались не только Южноафриканская республика и партизаны УНИТА. Холдин Роберто, ещё один претендент на власть в Луанде, направил своих боевиков с севера, из соседнего Заира. Их готовили в приграничных лагерях. И вот их время наступило. На помощь боевикам Роберто высадились бойцы 1-го парашютно-десантного батальона элитного подразделения армии ЮАР. Мог ли тогда Андрей Токарев знать, что среди южноафриканских десантников окажется его ровесник 20-летний рядовой Вайн Якобс? С тех пор и до сего дня Якобс никому и никогда не говорил, что воевал против русских. На здоровье! Вайн Якобс из семьи потомственных колонистов Буров. В 76-м, когда войну исполнилось 18 лет, его призвали в вооружённые силы ЮАР и отправили на войну. Он с готовностью демонстрирует свои армейские навыки и до сих пор гордится тем, что в составе своего парашютно-десантного батальона с первых дней сражался в Анголе. На войне, как на войне. Меня зовут Вайн Якобс. Проходил службу в армии в 76-м, 77-м годах. Сначала в учебке на базе Блумфонтейне. Там же и продолжил службу в составе первого парашютного батальона. В общем и целом отслужил год. Сперва три месяца начальной подготовки, потом парашютные прыжки. После чего меня отправили на границу с Анголой. В Анголе я воевал против кубинцев и русских. Полгода находился в зоне боевых действий. Это было на севере Анголы. Нас десантировали в северной части страны и дальше мы шли вниз, к границе. Тогда это называлось Юго-Западной Африкой. Сейчас это Намибия. Навстречу со стороны Намибии шли регулярные части ЮАР и отряды УНИТА. Мощные клещи должны были сомкнуться в Луанде до 11 ноября. То есть до того дня, когда по решению ООН Ангола получала независимость. В этот день тот, кто удержит власть и поднимет национальный флаг. Будет ли на этом флаге звезда Агостения Нетта или черный петух символ УНИТА было еще не ясно. Плохо обученные отряды сторонников НЕТА терпели одно поражение за другим. Фронт трещал. Власть в столице угрожающе зашаталась. Конго. Порт Пуэнт-Нуар. В первых числах ноября в конголезском порту Пуэнт-Нуар начали высадку батальона многотысячного кубинского контингента, прибывшей на выручку Агостения Нетта. Но первые военные инструкторы с острова Свободы появились здесь еще за несколько месяцев до начала крупномасштабных боев в соседней Анголе. С этого момента Пуэнт-Нуар стал тайной перевалочной базой. А сама операция по переброске такого огромного количества солдат и техники в кубинском генштабе получила гриф секретно и кодовое название Карлота. Кубинские спецслужбы через подставных лиц зафрахтовали суда в нескольких странах и уже вскоре гражданские сухогрузы устремились к побережью Конго под флагами разных государств. Порт назначения Пуэнт-Нуар. На полубах кубинские военнослужащие. В трюмах оружие и боеприпасы с острова Свободы. Пожалуй, впервые Фидель Кастро не согласовал свое решение об отправке войск с Москвой. Возможно, на это у него просто не было времени. Нас отвезли в порт Пуэнт-Нуар. Стояло судно под сомалийским флагом, как сейчас помню, уже выцветшим, на котором был кубинский экипаж. И там была организована точка, учебная точка по обучению прибывших кубинцев владению ПЗРК СТРА-2М. Каждый день прямо с палубы сомалийского судна все новые и новые курсанты уходили в Анголу на фронт. Для этого из Конго в Луанду был срочно организован воздушный мост. Кубинцы подоспели вовремя. Наступление остановилось. Луанда осталась в руках Агастиния Нета. И уже 11 ноября тот объявил независимость Анголы. Став легитимным правителем Луанды, Нета первым делом подписал соглашение с Советским Союзом. Ангола была готова принять широкомасштабную военную помощь от СССР. Это копия некогда секретного документа. Руководство африканских партизан из Намибии просит ЦК КПСС поставить специмущества. Танки, пушки, переносные зенитные ракетные комплексы, вертолеты, грузовики. В период с октября 1975 по апрель 1976 года Всего за полгода СССР поставил в Анголу только танков Т-54-200 штук. Около ста установок залпового огня ГРАД, ПЗРК Стрела. То есть на то время самые новейшие системы вооружения. Однако это только подстегнуло наступающие войска ЮАР. Война разгорелась с новой силой. Луанда, 16 ноября 1975 года. На пятый день независимости в Луанде приземлился военно-транспортный самолет без опознавательных знаков. На его борту та самая первая группа советских военных советников из конголесского Баразавиля. На взлетно-посадочной полосе столичного ангольского аэропорта тут и там в беспорядке брошенные самолеты. Казалось, аэропорт, да и сам город просто вымерли. В этой зловещей тишине лишь ракочут двигатели самолета, готового в любой момент начать разбег и вырваться из этого странного и опасного места. Все это снимал на любительскую камеру этот человек, Александр Григорович. Александр Григорович. В 1973 году во время арабо-израильского конфликта военный переводчик в Сирии. В 1975-76 годах военный переводчик в Анголе. И только через два часа появились каких-то двое человек, которые долго еще не могли подойти к самолету. И мы все думали, кто же это, наши или юаровцы, которые уже захватили аэропорт Илуан. Оказались свои посольские, которые потому так долго не подходили к самолету, что сами опасались юаровского десанта. Они наспех разместили группу здесь же, в столичном аэропорту. Никаких задач не поставили, ясности не внесли. А самолет улетел обратно в Союз. Оставались неизвестность и ожидания исхода боев, которые велись уже на подступах к Луанде. И вот самые опасные, на мой взгляд, и по ощущениям, было наступление на юге. Мы не так боялись наступления с севера, Холдена, Роберта и его коллеги, а мы больше боялись наступления с юга, с Авимби плюс ЮАР. По признанию большинства наших военных специалистов, в Анголе им ни разу так и не пришлось смотреть в глаза противнику. Настолько эффективно работали спецподразделения Южноафриканской республики. Долгое время ведущие разведки мира, включая КГБ, и не догадывались о существовании в ЮАР уникальных разведывательно-диверсионных групп. Южная Африка. Пригород Кейптауна. Этого человека зовут Марк Вейль. Недавно он снял погоны и оставил государственную службу. Еще два месяца назад я не сказал бы вам ни слова, признался Марк. По писанным и не писанным законам он и его товарищи никогда не общались с журналистами. Для нас сделали исключение, но при условии. В интервью никаких временных или топографических привязок к боевым операциям. Южноафриканские силы обороны, как и любая другая армия в мире, имели в своем распоряжении части спецназначения. В них входили разведывательно-диверсионные отряды командос. Эти командос, как и русский спецназ, подготовлены для ведения различного рода специальных операций, глубоко в тылу противника. Марк Вейдж, в 1974 году рядовой первого парашютно-десантного батальона в Бломфонтейне. В 76-м, после окончания офицерских курсов, командир взвода, с началом операции «Саванна», первым вошел в Анголу. После этого меня призвали. Ну, нет, уже не призвали. Я вызвался добровольцем участвовать в операции «Саванна». Как известно, это было историческое событие для нашей армии. Вторжение в Анголу. А потом случилось так, что первый взвод, которым я командовал, его как раз первым в Анголу и бросили. В общем, для нас, пацанов, это было интересное время. Советские военспецы каждый день задавали себе вопрос. А что если юаровцы прорвут фронт и захватят столицу? И каждый день гнали от себя эту мысль. Каждый новый день был похож на предыдущий. Грузовики партиями привозили новобранцев, которых надо было учить воевать. Вечером этот же грузовик отвозил их на фронт. Призыв этих самых новобранцев велся по-африкански. Подразделение правительственных войск окружало деревню и подчистую забирало все мужское население от мала до велика. Всех тех, кого не успели взять рекрутами оппозиционеры из УНИТа. Тем временем хаос в самой Луанде и на подступах к столице усугублялся полным отсутствием информации. Стрельба была слышна и на окраинах. Оттуда ползли пугающие слухи, противоречивые и тревожные. Каждый день мы находились в ожидании мятежа, в ожидании восстания, в результате которого, в общем-то, должно быть сбернуто и правительство, и в том числе и уничтоженные, как говорили, и представители СР и УГР. Опустевшие улицы ангольской столицы замерли в ожидании. На этих редких кадрах, снятых любительской кинокамерой военного переводчика Григоровича, Луанда в те драматические дни. Оживление лишь там, где идет дележ имущества, оставленного португальцами. Проще говоря, мародерство. В столичном порту брошенные легковые автомобили. Их владельцы оставили ключи в замках зажигания в надежде на свое скорое возвращение. И еще кто-то настойчиво распространяет слухи о появлении в ангольской столице юаровских агентов и диверсантов. Нет дыма без огня. Наши военспецы еще не знали, что юаровский спецназ держит их на прицеле. И, возможно, только появление кубинцев спасло им жизнь. Каждую ночь принимали кубинские самолеты. Мы точно знали, что фронт стоит, и кубинцы, которые с нами общались, говорят, вы не волнуйтесь. А Фидель сказал, что если хоть один волосок упадет с головы русского, то он лично расстреляет того человека или группу лиц. Кубинцы в то время действительно были настоящими бойцами. Причем они вот сфеляли уверенность, когда появились кубинцы, даже немногочисленные, там несколько десятков человек, то было полное убеждение, что никто никуда не отступит, и победа будет обязательно за нами. О южно-африканском батальоне Буффало мир узнает лишь в 81-м году, когда английская газета «Таймс» опубликует сенсационное признание одного дезертира. Долгое время во всем мире просто не догадывались о существовании этих уникальных засекреченных подразделений. Мало что о них знали и в самой ЮАР. Навыки выживания, опять же. Они умеют жить на поднужном корму. Так что это особые люди, которые делают особую работу. Теперь известно, что южно-африканские части специального назначения были едва ли не лучшими в мире. Представляю, многие посмеются. Дескать, южно-африканец заявляет, что спецназ ЮАР самый лучший. Хотите, верьте, хотите нет, но это факт. ВЫСТРЕЛЫ Тяжелые многосуточные переходы командос по дикому бушу. Общий вес снаряжения, не считая оружия, 50-80 килограммов. Страшная жара. И готовность в любой момент раствориться в складках местности. В незримости присутствия их сила. Шли даже если не было воды. Жажду утоляли таким вот способом. У солдат всего мира воспоминания о марш-бросках одни и те же. Еды в обрез, да и таз кверного качества. Спать нельзя. Все мысли только бы выспаться. Всю операцию и жуешь этот проклятый сухой паёк. А когда ты ничего кроме сухпая не видишь, наступает день, когда ты его просто ненавидишь. Спустя 30 лет их война так и осталась под грифом секретно. В середине 90-х годов все документы о тайных операциях юаровских командос были уничтожены. Во всяком случае, так утверждают сами бывшие спецназовцы. Выходя на боевую операцию, они должны были забыть своё имя. Только псевдонимы и позывные. Даже на предназначенных для своих фотографиях лица либо отретушированы, либо закрыты. И всё же этот человек открыл перед нами своё лицо. Хотя до недавнего времени никто из соседей и не подозревал о его истинной работе. Франсуа Фури в армии 78-го года прошёл путь от рядового срочной службы 1-го парашютно-десантного батальона до полковника, командира полка спецназа. 19 лет службы в спецназе. Впоследствии первый заместитель командующего силами специального назначения армии ЮАР. Он-то и подтвердил, что в ноябре 75-го года команда спроводила разведку в непосредственной близости от расположения кубинских войск и наших военспецов. Мы также умудрились проникнуть в Луанду. И своими глазами видели, как туда в больших количествах начали прибывать русские кубинцы. Две наши группы следили за главными дорогами и аэродромом. Именно физически следили. То есть считали солдат, выгружавшихся из самолётов. Мы чётко фиксировали всю прибывшую боевую технику и вооружение. Хотя всё это было укрыто брезентом. Отдельно, в маркированных ящиках, доставлялись боеприпасы. Мы передавали эту информацию наверх, в штаб, с тем, чтобы пехотные части знали, кто им противостоит и чем они воюют. А обороняющиеся в Луанде части воевали тем, что поставляли Куба и Советский Союз. Кубинцы сражались при поддержке артиллерии и танков Т-34 времён Второй мировой войны. Вместе с кубинскими экипажами их доставляли сюда с острова Свободы по морю. Из Советского Союза военные грузы перебрасывала военно-транспортная авиация. Луанда, авиабаза номер 9. Ноябрь 75-го. Вот здесь, на бывшей португальской военной авиабазе, советские военспецы с первых же дней обучали ангольских новобранцев. Даже несложная ЗУЖКА, зенитная установка 50-х годов, казалась им сложным и недоступным для понимания оружия. Ведь изучали её наспех собранные неграмотные деревенские жители. Учёба начиналась утром, а уже вечером они шли в бой. Порой приходилось обучать ангольцев за одни сутки, за несколько часов. Конечно, в основном выручал такой метод, испытанный в нашей армии, как делай, как я. Вот зенитная пулеметная установка ЗПУ-2, один из таких, одно из оружия, на которых мы обучали. И нужно было попасть в норматив, уложиться в норматив до 10 секунд, как я сейчас помню, привести в боевую готовность для стрельбы эту установку. В воздухе господствовала авиация ЮАР, нанося тяжёлые удары по позиции монгольских и кубинских войск. Им в тыл, по воздуху, забрасывались диверсионные группы 1-го парашютного батальона. Поэтому требовалось минимальное время на открытие огня. Ангольские курсанты недоумевали, как можно за 10 секунд, что требовал норматив, изготовить установку к бою. И совсем терялись, когда чудеса боевого искусства показывали советские военспецы. Наш специалист, старший лейтенант Горбунов, как я сейчас помню, к сожалению, он потом погиб, он показывает. Ну, а теперь смотрите, как надо. И разбегается, с разбегу садится сюда, и тут же, буквально за 2-3 секунды, приводит установку в состояние стрельбы. Ангольцы ахнули, и с тех пор они только делали, что упражнялись вот в такой посадке. Бронетанковые колонны ЮАР и их союзники не ожидали, что им будет оказано такое стойкое сопротивление. Советское оружие и кубинские войска прибывали в Анголу практически безостановочно. К тому же, как позже признавали сами ЮАРовцы, кубинцы воевали очень хорошо, а советские специалисты им успешно в этом помогали. Группа ЗУЛУ спецназа армии ЮАР уже не успевала выполнить поставленную задачу взять Луанду к официально объявленной дате провозглашения независимости. Но тогда почему вооруженные силы ЮАР так жаждали успеха всей операции «Саванна»? ЮАР, 1961 год. Кадр хроники возвращает нас в атмосферу начала 60-х. Тогда Южная Африка вышла из британского Содружества и вскоре провозгласила независимость. Освободительное движение на континенте было расценено белыми как угроза самим устоем апартеида, то есть раздельному проживанию белого и черного населения страны. Они так и будут говорить «сваргифар» в переводе с «африканс» – «черная угроза». В ЮАР считали, опасность исходит от боевого крыла Африканского национального конгресса «Копья нации» во главе с Нельсоном Манделлой. Нельсон Манделла в 1961 году возглавил организацию «Копья нации» – радикальное крыло Африканского национального конгресса «АНК». В 1991-1997 годах – президент Африканского национального конгресса. В 1994-1999 годах – президент ЮАР. Именно его последователи-радикалы и стали применять устрашающую тактику борьбы – удары по мягким целям. Так в их терминологии именовались «живые люди». Такими целями становились не только белые полицейские, но и та часть чернокожего населения, которая поддерживала белую администрацию ЮАР. Кроме того, боевое крыло АНК сводило счеты с неугодными, по их убеждению, племенами. По сути, еще тогда, в 60-х, здесь впервые заговорили об особом расовом терроризме. После падения апартеида в Южной Африке об этом принято молчать. Не исключено, что в спецоперациях против боевиков копий нации принимал участие и этот человек. Крис Грейлинг. Начал службу в спецназе ЮАР в 1977 году. Свою последнюю боевую операцию провел в 1987-м. Место и время проведения – военная тайна. Вы должны понять, в то время страной управляли политики и церковь. Нам все время говорили, красные угрозы – это угрозы христианству, а нехристи – наши враги. Нас призывали защищать страну от коммунитического террора, того самого, который назывался «красной угрозой». Когда тебе 15, 16, 17 или 18 лет, ты еще школьник, а машина пропаганды работает во всю мощь, то ко времени окончания школы первое, что ты хочешь делать – это идти и сражаться за свою страну. Уже вскоре разведслужбы Южной Африки пришли к тревожному выводу. СССР наращивает свою активность в регионе и оказывает поддержку освободительному движению Черного континента. Это копия некогда секретного документа. Южноафриканская компартия обращается в Москву за помощью. Изготовить 100 паспортов для беспрепятственного перемещения по территории ЮАР и сопряженных государств. Кто должен был скрываться за этими фальшивыми документами и с какой целью? До сих пор тайна. Освободительная борьба в Африке выходила на новый уровень. В бывших колониях раздавались недвусмысленные призывы сформировать объединенные вооруженные силы и предъявить ультиматум приторий. В случае его невыполнения эти силы должны вторгнуться в ЮАР и принести свободу южноафриканским братьям. Приход к власти Агостинионетта для ЮАР означал одно. Ангола начинает оказывать помощь партизанам ведущим борьбу за независимость соседней Намибии. Эту территорию в Притории считали своей пятой провинцией и называли Юго-Западной Африкой. Там проживало большое количество немецких колонистов, которые были напуганы бегством португальцев из соседней Анголы. А потому для их спасения от красной и черной угрозы ЮАР и решила нанести превентивный удар. В те дни, когда шла холодная война, Южная Африка была озабочена тем, чтобы остановить коммунистическую угрозу. В частности, правительство ЮАР очень не хотело распространения коммунизма на юге Африки. И поэтому мы вошли в Анголу. Сначала тайна, а потом уже и явно. Сначала тайна, это не оговорка. Мало кому известно, в избежание международного скандала эта операция так и планировалась. О причастности ЮАР к смене власти в Луанде никто не должен был даже догадываться. Вся подготовка была окружена такой завесой секретности, что парашютистам 1-го десантного батальона регулярной армии ЮАР была придумана легенда. Они должны высадиться на севере Анголы, как сброд. Банда международных наемников. Даже близкие не знали об их местонахождении и истинных целях того смертельно опасного рейда. Все было именно так. Насколько я помню, когда наши первые группы вошли в Анголу, особенно те, что продвигались с юга и шли к западному побережью, они не были одеты в форму. Стандартную коричневую форму вооруженных сил ЮАР. Больше того, и оружие у них было чужое. Но как только мировые средства массовой информации разузнали и раструбили, что это южноафриканцы, когда в газетах и по телевизору сообщили, что мы говорим на африканц, тайное стало явным. Вот тогда в Анголу вошли регулярные армейские части. Страны Запада и в первую очередь США, которые сами только что вышли из Вьетнама, дистанцировались от войны в Анголе и заняли выжидательную позицию. А тем временем события на юге Африки приобретали новый драматический оборот. Противники еще не показали друг другу все заготовленные военные сюрпризы. Таким неприятным сюрпризом стала советская система залпового огня ГРАД. Ее впервые применили в бою в ноябре 75-го года с севернее ангольской столицы. Залпы двух расчетов боевых машин превратили отряды чернокожих союзников ЮАР в деморализованную толпу, в панике разбежавшуюся по бушу. С таким оружием впервые столкнулись и солдаты регулярной южноафриканской армии. Первый отряд командос получил секретный приказ захватить советскую установку ГРАД. Успешно провести эту операцию они смогли только в декабре 75-го года во время боев с кубинскими частями. Тогда они и отбили практически неповрежденную установку ГРАД. Вскоре эта наша боевая система найдет свое применение в ЮАР. А пока здесь, в Анголе, продолжали расти горы оружия. Оружие, которое было готово однажды снова пойти в бой. Знаете, иностранные военспецы и представители вооруженных сил других стран мешались конфликт по простой причине. Они просто хотели сделать Южную Африку частью своей системы. Против нас воевало много кубинцев, вооруженных русским оружием. Да, из иностранцев главным образом кубинцы. В той войне мы захватили очень много оружия. И, кстати сказать, кое-какую боевую технику, скажем, их танки, до сих пор можно увидеть в Анголе. На этом фото та самая захваченная ЮАРовскими командос установка ГРАД. С большими предосторожностями ее вывезли в Намибию, а затем в ЮАР. И уже вскоре на ее базе южноафриканские инженеры создали и наладили производство вот такой собственной 127-миллиметровой реактивной системы залпового огня Валькирия. Позже Валькирия была усовершенствована. На вооружении армии Южной Африки эта реактивная установка залпового огня находится и поныне. Так награждали участников операции по захвату нашего ГРАДа. Сама фотография еще недавно представляла собой военную тайну. Во время событий, о которых идет речь, в ЮАР об этом знал только узкий круг посвященных. Ангола, декабрь 75-го года. В декабре 75-го по требованию ООН в Анголе было объявлено о прекращении огня. К 25 января 1976 года южноафриканские части полностью покинули территорию этой страны. Однако после вывода южноафриканских войск на юге Анголы появилась сеть лагерей подготовки партизан, боровшихся за независимость Намибии. Выявление и уничтожение этих баз стало приоритетной задачей командос из подразделения РЭККИ. Тем временем с победой Агастиния Нетта СССР продолжал укреплять свои позиции в Анголе. Военно-морские базы и порты страны поступили в полное распоряжение советских военно-морских сил. А это означало отныне в регионе достигнут новый военно-стратегический баланс. Там проходят все коммуникации переброски грузов судами из Индийского океана в страны Южной и Северной Америки и в Европу. Конечно, это важная статегическая точка, которая могла позволять контролировать как вход в Средиземное море, так и Южное полушарие. Александр Кипкало в 80-м году командовал большим противолодочным кораблем Жгучей. В 83-м, в 88-м годах начальник штаба оперативной бригады Северного флота. Четыре боевых похода к берегам Африки. В 88-м, в 91-м годах командир пункта базирования в Анголе. Порты, Намиб и Луанда стали главными перевалочными пунктами. Через них СССР и Куба поставляли оружие не только ангольской армии и кубинскому экспедиционному корпусу, но и боевым структурам Африканского конгресса и партизанам в Намибии. В 78-м году для организации проведения диверсий в этих ангольских портах на базе первой группы Рэкки была создана особая четвертая разведгруппа Командос. ЮАР 1978 год. Четвертая разведгруппа Командос Рэкки самая закрытая изо всех сил спецназа вооруженных сил ЮАР. Отряд состоял из боевых пловцов и предназначался для проведения секретных морских десантно-штурмовых операций. Об этом подразделении советскому КГБ стало известно лишь в 1985 году. Во время проведения операции под кодовым названием Аргон спецназовцы из четвертого отряда попытались подорвать нефтяной терминал в ангольской провинции Кабинда. Однако группу обнаружили еще на подступах. В завязавшемся бою погибли два сержанта Камандос. Но самое главное впервые был захвачен в плен командир группы Рэкки. Вот этот капитан спецназа Дютоид. Лишь после этого в ЮАР были вынуждены признаться в проведении секретных операций против Анголы. Однако следы одной операции при Тории все же пришлось спешно заметать сразу после ее проведения. Эту историю и поныне официальные власти ЮАР либо обходят молчанием либо отрицают. Я вспоминаю война в Анголе шла полным ходом. Велись боевые действия. Мы принимали участие в нескольких морских десантных операциях. Но не только. Были различные спецоперации на суше. Скажем мы совершали налеты рейды устраивали засады проводили стратегическую разведку глубоко в тылу противника например в 2000 километров за линией фронта. 6 июня 1986 года порт Намиб. В этот день в порту Намиб и была проведена та самая операция с участием спецназа ЮАР. Под покровом ночи в акваторию порта проникла группа боевых пловцов. В их задачу входила установка мин, что и было сделано. Накануне ЮАРовские командос заминировали опоры линий электропередач. В 4 часа утра, как и было запланировано, прогремели взрывы. Освещение в городе погасло. Одновременно серия мощных взрывов сотрясла корпус судна капитан Веслобоков. Вслед за этим были подорваны сухогруз капитан Черков и кубинское судно Гаванна. Целью этой операции было нарушить каналы поступления помощи ангольской армии. Йохан Эстер, офицер 4-го разведывательного полка командос ЮАР, боевой пловец, водолаз 2-го класса, прошел курс специальной подготовки на базе ВМС ЮАР в Симонстауне, участвовал в специальных операциях в Анголе и Мозамбике. Русские кубинцы оказывали помощь ангольцам, главным образом поставками вооружения и боеприпасов. Задачей этой операции было проникнуть в Намиб и с помощью боевых пловцов подойти к судам. Тем временем пресса и официальные лица ЮАР категорически опровергали причастность своих специальных сил ко взрывам, предположив, что минирование судов делал партизан у НИТА. Следующее признание звучит в эфире впервые. Мы нырнули и сделали это за одну ночь. Мы потопили три корабля. Я сам установил магнитные мины. Что такое магнитные мины? Ну, это такие мины, знаете, которые прикладываешь к нищу корабля и они прилипают, примагничиваются. Все легко. Мы погрузились под воду, подплыли, установили мины, взвели их и уплыли. Тем вечером мы потопили три транспорта. Один кубинский и еще какой-то. А вот третьим кораблем, насколько я помню, был русский. Так что русские тогда находились у берегов Южной Африки. В тот раз был единственным, когда я оказался почти бок о бок с ними. В том смысле, что на том корабле были ваши люди. Так впервые сам участник боевой операции сделал сенсационное признание. Подрыв кубинского и советских кораблей дело рук военно-морского спецназа ЮАР. Наш собеседник сказал, это был приказ, а приказы, как водится, не обсуждают. Эта диверсия едва не откликнулась эхом полномасштабного конфликта. Впрочем, в ангольском противостоянии каждая из сторон чувствовала свою правоту. И на это были свои причины. В то время мы все были, я не побоюсь такого слова, махровыми патриотами. То есть чувство патриотизма было настолько сильно у нас развито, что нам был отдан приказ, когда мы ехали в коммунировку, нам был соответствующий приказ выполнить свою миссию, быть на стороне этих людей. И мы, собственно говоря, приняли это как политическую установку. В период с начала активных боевых действий и до 1991 года в Анголе погибли 52 советских солдата и офицера. Двое гражданских умерли. Десять человек получили ранения. Однако это официальные данные. Архивные документы об истинном масштабе советских потерь в Анголе до сих пор засекречены. К сожалению, я видел только погибших кубинцев или русских. К моему большому сожалению. Но, возможно, в другой жизни и при других обстоятельствах мы смогли бы стать хорошими друзьями. Москва. Поклонная гора. Памятник солдатам, погибшим на войнах, которые сейчас принято называть чужими. необъявленные войны, непростые судьбы, безымянные герои. У каждого из них своя история. На долгие годы спрятанная в архивах и личных делах. Под казенным словом спецкомандировка.